Я приветствую вас, дорогие друзья, на канале Чувство Знания Виталия Рафеева. Сегодня я хотел бы вам рассказать продолжение темы о повседневном счастье, потому что тема такая большая. И я бы хотел сегодня прийти к небольшому ролику, в котором начну рассказывать о правилах счастливого человека. Итак, в предыдущем видеоролике я вам рассказывал, показал глобальную структуру счастья, сделали ретроспективу в культурную западноевропейскую жизнь и восточную культуру веры. Там была в Европе культура надежды, которую мы приняли в себя, внушили, и восточная культура веры. Таким образом, сейчас мы будем говорить о мужчинах и женщинах, которые добиваются своего счастья. В видеоролике я назвал, непосредственно назвал, конечно, мужчины vs женщины, то есть мужское счастье или женское счастье, что превалирует в жизни, что является для вас приоритетом. Конечно же, у каждого свой большой на это имеется ответ и свое такое тайное мнение, которое люди стараются и не говорить друг другу, а эти как бы откровения. Но я хочу сегодня это откровение показать вам на таком небольшом примере, на правило, которое бы мне хотелось сегодня рассказать. Это правило обнимашек. То есть такое правило обнимашек я его называю. Я его напишу так, объятие, правило, объять, объять, то есть обнимашки. Обнимашки, объятие, это правило очень простое, казалось бы, да? Но я сейчас на этом правиле покажу вам такую интересную вещь. А именно, как мы знаем, объятия имеют много-много-много разных видов объятий. И мы, и мы, и мы, и мы, мужчины, и женщины, очень нам нравятся именно эти обнимашки, объятия между возлюбленными, между партнерами и тому подобное. Так вот, эти объятия не такие, не такие, не такие, не имеют большой смысл. Это язык счастья, я бы так сказал. Вот этот язык счастья надо понимать, его надо соблюдать, и, возможно, надо транслировать друг другу этот язык счастья. В предыдущих видео я рассказывал вам о том, что вот такая была схемка движения. Мужчины и женщины в настоящее. То есть и мужчины, и женщины стремятся попасть в настоящее, и в этом настоящем себя реализовать, показать, получить удовлетворение от жизни, именно получить состояние счастья. Так вот, в этом пространстве, когда и мужчины, и женщины сюда приходят, места-то очень мало, да? И это место придется нам как-то делить, мужчинам и женщинам, под солнцем, как мы говорим, да? Так вот, таким образом мы его можем разделить. Либо мы можем пойти дальше, вверх, да, в будущее. Тут мы напишем слово «будущее», да? А здесь мы напишем слово «прошлое», да? Так вот, мужчины приходят из будущего, а женщины приходят из прошлого, скажем так, образно говоря, да? Но этот образ я вам пытаюсь на примере показать, как это правило работает, правило обнимашек. Женщина всегда стремится у нас куда попасть? В будущее, в будущее время. То есть она, женщина, хочет, и вы, женщины, быть счастливыми именно в будущем времени. А мужчина, где хочет быть счастливым? Он хочет быть счастливым в пространстве, в каком-то новом пространстве, в новом мире, который он, мужчина, построит, каким-то образом создаст, коллективно, индивидуально и тому подобное. То есть для мужчины счастье и именно реализация его в пространстве, в новом пространстве. Но когда мужчина и женщина встречаются здесь и, как видите, хорошая, отличная пара молодая обнимаются, видите, как они обнимаются? Они обнимаются равно, помните, я вам говорил о равенстве, о равенстве будущего и прошлого в настоящем. Так вот, в этот момент, когда мужчина и женщина вот таким образом обнимаются, видите, женщина обнимает мужчину за плечи, а мужчина обнимает женщину за талию. Это равная встреча Они встретились и счастливы именно в равенстве В равенстве прошлого и будущего Они как какой-то тот компромисс нашли друг к другу Но в этом интересном состоянии этих обнимашек Когда они обнимаются таким образом Мы замечаем, что мужчина смотрит куда? Мужчина смотрит через плечо женщины за ее спину То есть он смотрит вот сюда Он смотрит в пространство Мира, в котором он хотел бы быть счастлив А женщина смотрит через плечо мужчины Через его спину Она смотрит в будущее Время, в котором она хотела быть счастлива Таким образом Эти молодые люди увидели Что имеется возможность построения счастья Достижения счастья для каждого из них В отдельности Но так как они находятся в объятиях И здесь пройти мужчина не может Мимо женщины никак Как говорится, только через мой труп Ты пройдешь туда или ты сделаешь это Помните такое страшное, горестное выражение Но тем не менее Мужчина не может пройти В пространство В пространство, в котором он бы хотел быть счастлив А женщина не может пройти Во время, в будущее В котором она хочет быть счастлива Минуя мужчину или минуя женщину Таким образом Такая интересная картина возникает Эти обнимашки Как бы заканчиваются обнимашки Мужчина увидел свое будущее Счастье в пространстве А женщина увидела свое счастье В будущем времени И им приходится тут что делать? Договариваться То есть договариваться Это язык культуры западноевропейской То есть женщина увидела надежду Через мужчину Надежду на счастье в будущем времени А мужчина увидел Поверил в счастье в пространстве Понимаете? Мира, в котором он будет жить с этой женщиной Вот примерно такая структура получается И вот эти объятия равные и происходят Но дальше мы имеем что? Какую ситуацию интересную? Дальше мы имеем ситуацию Что эти объятия переходят в другие объятия И вот мужчина может обнимать женщину А женщина его не обнимает Либо наоборот Женщина обнимает мужчину Или мужчина не обнимает женщину То есть уже неравные объятия Почему? То есть в этом состоянии Мужчина и женщина могут Как бы Ну сказать влюбиться друг в друга Или кто-то позволит кому-то любить себя больше Кто-то сделает уступку И пара пойдет к какому-то счастью В первую очередь Либо счастье во времени Для женщины Для женского счастья Называем это Либо мужское счастье в пространстве мира Какого-то На основании построены веры В прошлое С которого пришла женщина Понимаете? Такая интересная игра слов Но за ней находится большой смысл Смысл в чем? В том, что когда Мужчина будет обнимать женщину сзади Это очень любят женщины Когда мужчина их обнимает сзади Вот объятия опять Сзади То это сигнализирует Это мотивация мужчине Для мужчины Двигаться именно в пространство мира То есть вот в таком состоянии Пока окажутся они То есть мужчина будет идти сюда Вот так вот будет Видите? Какая интересная штука Вот в этих объятиях Когда мужчина обнимает женщину сзади Мужчина начинает движение Сюда Где женщина заинтересована В том Чтобы мужчина В пространстве ее мира Построил для нее Дом Гнездо какое-то Напишем так Дом Гнездо Или семья Да? В пространстве Каком-то Ее пространстве Но Тем не менее Когда мужчина движется в эту сторону Что происходит? Мужчина Как бы Не сказать Что он прикрывается женщиной Да? Но женщина находится впереди него Так или иначе Это факт Женщина впереди него А мужчина позади нее И женщина здесь боится То есть мы называем И женщина очень популярна Это такое состояние Слабости Страха Боязни И тому подобное Когда женщина говорит Я хочу быть как за каменной стеной И тому подобное То есть вот здесь Образуется состояние страха Ну страх Скажем так Ну это страх Как бы такой Притворный Грубо говоря Но страх не за себя Конечно А страх За тот мир И тот дом Куда движется мужчина Сможет ли он построить В этом пространстве Именно дом Гнездо Семью Для этой женщины Чтобы она была счастлива В этом пространстве Мужчина заинтересован В этом пространстве Двигаться Поэтому ему нравится Обнимать женщину Позади нее стояв Позади нее находиться Поэтому мужчина идет сюда И начинает строить Там соответственно Для женщины Это гнездо Семью И дом Но этот процесс Как мы знаем Достаточно Достаточно Проводотворный Происходит Очень достаточно быстро Скажем так Ну 10 лет Там 15 лет И там подобное И в конце концов У женщины Получает свой дом Семью И тому подобное И мужчина Дальше же не движется Дальше Что происходит Следующий этап Развития Женщина теперь Построив дом Семью В своем В этом пространстве Мужчина дальше Не пускает Она говорит Иди обратно Иди обратно В гнезде ты лишний Понимаешь Ты иди во время Теперь Теперь Объятие там Изменится Вот на такое состояние То есть Женщина будет Обнимать мужчину И отправлять его куда Отправлять его В будущее время Чтобы мужчина Во времени Создал счастье Для женщины Нашел там Это счастье И себе И ей счастье То есть Здесь он уже Был счастлив Теперь Они счастливы Хотят быть Во времени И они начинают Движение Во времени Потому что Дети начинают Расти Дом Начинает расти Развиваться Семья И все это Перемещается Во времени И совершенно Логичным образом Изменяется Состояние Объятий И И начинает И начинает И начинает Искать Счастье Во времени Вот Два состояния Интересных Теперь Во времени Мужчина рискует Потому что Он первый идет А женщина за ним И вот здесь У нас такое есть понятие Понятие такое Хороший Крепкий тыл Когда у мужчины Крепкий тыл Именно Женщина За ним В таком состоянии Находится Когда там Хорошее гнездо Дом Семья Отношения С прошлым Связанные Грамотно И тому подобное То мужчина Может рисковать Рисковать В будущем Времени Это очень важное Понятие Понятие риска И мужчина Может как бы Даже отрываться От женщины Далеко уйти В будущее Время Потому что В будущем Времени Что у нас Находится Мы ставим там Цель В будущем Мы ставим цель Цель в будущем Вот это цель в будущем Что такое цель в будущем Это Настоящее 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 Которое Находится в будущем То есть Это настоящее Перемещается в будущее Вот это цель Что такое цель Как бы такая тема Так вот Мы говорим Сегодня Правила Обнимашек Эти обнимашки Надо правила Соблюдать То есть Что мы делаем Мы утром Обнимаем Мужчину И женщину Обнимаем Когда проводим Мужчину на работу Или Женщину Провожаем на работу или встречаем мужчину с работы или женщина приходит в какой-то деятельности и тому подобное, то есть мы обнимаемся и во время объятий мы можем инициировать или поддерживать эти процессы процессы, которые очень важны мы находимся и в этом состоянии женщина обнимает мужчину или мужчина обнимает женщину или у них объятия равные вы всегда эти состояния должны осознавать когда объятия происходят эти объятия на самом деле реальность ваши действия в пространстве пространство это как бы аккумулирует вашу энергию помните я говорил о том, что такие плюсики и минусики я рисовал что здесь плюс, здесь минус когда мужчина приходит из будущего которого нету здесь минус, здесь ничего нет здесь плюс, женщина приходит привносит свой опыт свой жизненный опыт из прошлого и здесь огромная энергия находится так вот эту энергию женщине надо передать мужчине передать мужчине и эта передача это настроение эта настройка этой энергетики происходит в объятиях вот эти объятия очень важны мы поэтому правила счастья для того, чтобы человек который хотел бы построить счастливую жизнь счастливые отношения семью, брак и самореализацию в жизни надо необходимо соблюдать правила правила объятия объятия со своими родными близкими со своими партнерами женщины, мужчины да но и здесь я хотел еще быстренько сказать, что я хотел сделать короткий ролик чтобы правила объятий у вас как бы осталось достаточно глубоко в вас вы его осознали и поняли его смысл его важность что объятия необходимы ежедневно этот ритуал чтобы он стал у вас понимаете чтобы он стал у вас ритуал семьи то есть соблюдение ритуалов важный важный пункт соблюдение ритуалов создание таких ритуалов в семье позитивного позитивного надежды и состояние веры мужчина уверен в своей женщине потому что у нее крепкий тыл поэтому он может рисковать а женщина что надеется на мужчину понимаете что он надеется что он ее не обманет ее надежд что он будет продвигаться правильно создавать пространство пространство будет создавать именно тот мир которому она будет счастлива то есть вера и надежда это важные понятия которые реализуются в объятиях и эти объятия когда они реализуются чем они соединяются они соединяются любовью такой достаточно банальный у меня сегодня банальный короче ролик да но очень важный это понятие объятий я думаю что я пока все высказал в следующем ролике продолжу эту тему вот, но я прошу вас объятия объятия внести в свою эту повседневную, повседневный ритуал сделать так, объятий и он вам не будет не наскучить вы увидите, как он оживет этот ритуал, как он будет меняться и вы, когда будете ставить друг перед другом какие-то задачи какие-то цели, находить решения этот ритуал объятий будет вам помогать это я вам гарантирую что этот ритуал вам будет помогать если вы будете его постоянно мотивировать друг друга поддерживать его, поощрять и тому подобное с вами был Виталий Рафеев с объятиями вас приглашаю на следующий видеоролик, который будет о следующем правиле до новых встреч всего доброго, обнимайтесь будьте здоровы и счастливы